Здравствуйте, уважаемые зрители моего блога. Помнится, я как-то неоднократно даже раньше говорил, что я не буду связываться с перезаправляемыми баллонами по причинам, так сказать, безопасности. И в принципе, мне не хотелось геморроиться. Я даже показывал шикарный переходник, Кемпинг-муд, по-моему, назывался, для цанговых баллонов. Ну вот, как говорится, есть один нюанс. В данном случае это резкое подорожание 100-граммовых баллонов подорожания. Вот сейчас вот такой баллончик стоит 500 рублей. Ну, как-то уж очень кучеряво, 100-граммовый. В то время как там за сотку можно купить 230 мл цангового газа. Поэтому я столкнулся с тем, что теперь придётся всё-таки перезаправлять. И был заказан с Али также переходничок, тоже Кемпинг-муд, той же фирмы. Сделан из алюминия, очень приятненько. Есть даже заглушечки транспортные. Собственно, приёмный штуцер, выпускной штуцер. Но так как у нас надо перелить из цангового в резьбовой, соответственно, приёмный штуцер, надо ещё навернуть переходничок. Переходник я покупал там же, это уже производители. Ну и впечатления тоже прям очень качественные. Вот, для сравнения, у меня был какой-то нанеймовый. Качество литья, качество резьб, качество клапана, всё совершенно разное. Ну что, теперь давайте попробуем это всё собрать и заправить. Для начала прикручиваем и полностью собираем переходник. Проверяем затяжку. Что интересно, у этого адаптера для заправки есть кнопочка. И с помощью этой кнопочки можно стравливать, я как понял, воздух скопив в сиболоне. Но это не точно. Для начала давайте как-то нам надо контролировать процесс заряда. И будем мы его контролировать с помощью таких вот бытовых, немножко усрутых весов. Для начала взвесим полный баллон, чтобы потом понимать, от чего отталкиваться. Вместе с переходником он весит 260 грамм. Значит, до этой массы нам и надо доводить наш пустой баллон. Сам пустой баллон сейчас находится в морозилке. Чтобы газ хорошо протёк, нам надо создать перепад давления. Весы. Уберём. Я тут буду в стороночке проводить, так сказать. Торируйся. Измерение. А переливать мы будем уже здесь. Сейчас я из морозилки притащу пустой баллончик и будем заправлять. Замёрз сильно, вот и не им покрывается. Сейчас самое то. Прикручиваем. Сейчас провинчить. Да, если нажимать на кнопочку, выходит воздух. Который там сейчас в баллоне. Прикрутили. Открыли. Полилось. Судя по звуку. Не знаю, насколько вам слышно. Попробую сейчас петлёй. Прочекаем массу. 180. Маловато будет. Ещё можно верхний баллон без фанатизма погреть. 207. Ещё чуть-чуть влезет. У нас, по-моему, было 260. Сейчас мы где-то до этого уровня и будем доливать. Видно уже, что из сбросного вот этой кнопки идёт газ. 225. Эх, чуть-чуть. Чуть-чуть нам не хватает. В общем, к сожалению, разницы температур недостаточны. Пока я тут понетелюсь со съёмками. И, впрочем, нижний баллон нагревается, верхний остывает. Короче, практически не льётся. Но сейчас дожмём. Это его погрею руками. И что-нибудь из этого случится. Ну-ка. Ух. Что, 240 залилось. Сейчас буквально попробовать дожать до 250 совсем капельку. Всё как в аптеке. Чётко. 200. Сейчас тарируем. 250 грамм полный баллон с минимальными трудозатратами. Я, как знал, не выкидывал свои старенькие баллоны. Тут как раз был один полный, два пустых. Один я за кадром залил, чтобы попробовать. И один сейчас прямо на ваших глазах. Тут ещё даже что-то осталось на ползаправочке. И, собственно, переходник можно только порекомендовать и только похвалить. Очень, очень, не знаю, насколько видно, качественные штырьки все. Резьбы, уплотнители жирненькие. Так что на уровне клапан сбросной работает. Всё, как говорится, подкопаться не к чему. Такой вот, на мой взгляд, просто отличный. Хоть я, конечно, не думал, не гадал, никак не ожидал такого вот конца. В смысле, что придётся заправлять баллоны. Ну, сэкономил, считай, заработал. А пока на этом всё. Если какие-то вопросы по эксплуатации возникнут, пишите. Но, в принципе, тут это всё не бином Ньютона. Поэтому спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!